Автора проекта, сценариста, главный сценарий и продюсер, генеральный продюсер Алексей Ефимов. Кто постарше помнит шестой канал, Алексей Ефимов заведен спортом, комментатором. Мы вместе с ним сейчас Ассоциация спортивных комментаторов России. Он генеральный директор, а я президент. Но этот фильм, я тоже в нем принял участие, в роли ведущего Сквозного. Вспоминаем историю 44-го года, как все это было. Болевая победа Зенита над СДК. Пожалуйста, ваши вопросы. Не слышно. Микрофон есть? Пожалуйста, вы уже работали над фильмом. Главное, трудности, с которыми слаболись, вам вызовало что-то новое для себя. Трудности? Да. Не, ну я, конечно, в контакте с сценаристом. И, ну а трудности, трудности, что у нас сжатые сроки получились. Тут были некоторые ситуации. И, в общем, как-то не могли сделать так, как мы бы, пусть Алексей скажет. Он сценарист, он пусть скажет про сценарий. А для меня трудности. Я выходил и выполнял работу, как артист. Дубли были там по два, по три, по пять. Ну и ступал. У нас очень хорошие две сцены. Одна с Аршавиным Андреем, где он выступает в реконструкции гола победных. И снимали его, и он интервью давал. И Сергей Семак. Тактику с ним разбирали. Матча в 44-м. Все это придумал он. Говори, Алексей. Нет, спасибо. Только надо микрофон поднимать. Микрофона нет у него. Я не знаю, я думаю, к ушке пишет. Во-первых, очень приятно. Для меня приезд в Питер каждый раз, это праздник. И каждый раз особенно бьется сердце. Меня очень много связано с Петербургом. Я в армии служил в Момоносове. И друзей у меня здесь много. И только Геннадий Сергеевич. В тех реалиях, в которых делался проект, я считаю, что он получился нормальным. Конечно, есть что критиковать. Наверное, его лучше посмотреть. Я благодарен киностудию Ленфильм. Я благодарен футбольному клубу «Зенит». Потому что без их поддержки невозможно было бы задумки. которые были сделаны воплотить в жизнь. Потому что самая главная задача, которая стояла, это вы понимаете прекрасно, что... Все знали, что есть хроника финального матча Путка 44. В Москве на стадионе «Динамо» «Зенит» обыгрывает СДК со счетом 2-1. Но есть еще великолепные полуфинальные матчи с «Братаком» там же в Москве. Есть матч с «Динамо» в Ленинграде, который только-только избавился от блокады страшных. И все это надо было показать, придумать, как это лучше сделать. Вот над этим бессонными ночами, без всякого преувеличения, думалось. И я рад, что многое благодаря футбольному клубу «Зенит». И я хотел бы отдельно поблагодарить и Андрея Аршавина, и главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Богдановича Самака за участие и поддержку проекта. Вы знаете, годы бегут быстро. Я помню, 40 лет назад «Зенит» еще не выиграв золотые медали, играет в Москве финал Кубка страны с московским «Динамо». Я вижу, как болельщики «Зенита» принесли оглуромный транспарант «Нужники». Как и 40 лет назад, ждем мы Кубок Ленинград. Тогда я первый раз по-настоящему заинтересовался этой историей. Потом мы делали большой сериал про историю спорта отечественного вообще. И меня победа «Зенита» в военное время, победа великого города, победа над всеми ведущими московскими клубами поочередно, «Динамо», потом «Динамо-2», «Спартак» и «ЦДК» одним составом. На пределе возможностей. Сказать через «Не могу», не сказать ничего. Это настоящий подвиг. Не только спортивный, это подвиг по-настоящему военный. Подвиг для родного города и для своей страны. Я горд, что мы вместе с группой смогли воплотить задуманную жизнь. И отдаем сегодня это задуманное на ваш суд.